Путешествия по России Москва стала слишком технократичной, и я был очень рад, что в этом автобусе по старинке есть контролер. Контролер – это женщина, которая подходит к тебе, забирает твои деньги и дает билетик. Такая ностальгия. Екатеринбург Екатеринбург – серьезный город для серьезных людей в Уральском регионе. Знаете ли, такие места делают из вас настоящих мужчин. Люди всегда спрашивают меня, что русские делают на протяжении долгих зим. И я отвечаю, они делают абсолютно то же самое, что и летом. И несмотря на минус 10 градусов по Цельсию, осенней погоды, да осенней, улицы наполнены людьми, которые проводят свой день на невероятно массивных и широких улицах, между огромных зданиями, которыми известна Россия. Но поскольку это Екатеринбург, у уличных музыкантов есть электрогитары, а не эти глупые флейты, которые так любят в Москве. Ребята, я хотел начать наше знакомство с Екатеринбургом с места, откуда мы можем увидеть все. И сейчас мы на самой высокой в России башне, не считая московских, названную в честь знаменитого российского барда с очень серьезным голосом Владимира Высоцкого. И вид просто потрясающий. Единственная проблема – это ветер. Боже ты мой, как ветрено. Если из вас кто-то заинтересован в том, чтобы послушать музыку мистера Высоцкого, просто вбейте его имя в поиск Ютуба. На самом деле, где-то в этом городе даже есть музей, посвященный ему. И можете сходить туда, если вы очень хотите познакомиться с советскими традициями подобной музыки. Ну, как бы там ни было, давайте поподробнее рассмотрим город. Люди рассказывали мне, что Екатеринбург – один из самых компактных и емких городов России. Но когда смотришь по сторонам, здесь очень много места. Я думал, что я почувствую себя, как в городе Гуанчжоу или где-нибудь еще. Нет, все, что я вижу – это старая, добрая, размашистая Россия. Размашистая, как американский и средний запад, откуда я родом. Но со статуями Ленина. Сейчас мы находимся рядом с храмом на крови. И здесь есть отмеченное место, где были казнены царь и его семья в 1918 году. Конечно, это не позитивный монумент России, но он очень важен. Важен для русских, для местных людей. И если вы заинтересованы, здесь неподалеку есть музей, который как раз посвящен царской семье. И вы можете все это увидеть всего в нескольких шагах отсюда. И, конечно, одним из самых популярных советов, куда бы нам сходить в Екатеринбурге, был Ельцин-центр. Самый противоречивый музей в России. И почему он противоречивый? Потому что здесь как бы пытаются нарисовать вот эти 90-е годы классными, потрясающими для всех. Но вы знаете, для многих людей в России вот эту интерпретацию истории очень тяжело втюхать. Ну, давайте абстрагируемся от всего этого и просто посмотрим. А вдруг я ошибаюсь, а? И вы знаете, все мои друзья мне говорили, что Ельцин превратил Россию в какую-то огромную распродажу. И я думаю, что есть смысл в том, что там на первом этаже и какой-то небольшой рыночек, что, наверное, уместно здесь. А подождите, я там нашел детский зоопарк кроликов. Ребят, нашел детский зоопарк кроликов. Ребят, через 15 минут я вернусь. Дайте 15 минут, а? Ельцин-центр фокусируется на самых невероятных днях правления Бориса Ельцина. Но если честно говорить, то этот музей больше похож на музей 90-х, чем музей, посвященный одному человеку. Здесь очень много разных ностальгических вещей, как Sega Mega Drive, постеры с Рэмбо, старые видеомагнитофоны. И все вот эти вещи, которые пришли с окончанием коммунизма. А также разные, вроде как, знаменитости очень уверенно рассказывают для посетителей всяческие либеральные позиции, которые сами они, скорее всего, не понимают или вообще в жизни не испытывали. Но, опять же, 90-е, они были довольно наивными и оптимистичными, так что, может, это сюда подходит. Но, как бы там ни было, миллионы людей погибли и их жизни были уничтожены теми изменениями, которые происходили в 90-е годы. Но эти ужасные страдания нам тоже показали. За минуту. И мы заканчиваем наш тур по Ельцин-центру. И вот здесь вот симуляция рабочего кабинета Бориса Ельцина. И все здесь выглядит довольно круто. И я вам хочу сказать, что Ельцин известен вот этой фразой, которую он сказал в день своей отставки. Я ухожу, я устал. Я ухожу, я устал. Вы знаете, я тоже ухожу, но я не устал, я просто проголодался. Давайте что-нибудь перекусим, а? Ребята. Друзья, мне интересно узнать, а что вы думаете о Ельцин-центре? Напишите в комментариях. Что бы съесть и где бы съесть. О, конечно, я сейчас на Урале вообще-то. То есть я могу съесть и свою любимую еду, и местную самую известную еду. Пельмешки. Ну, конечно же. И что я вам хочу сказать, мясо и тесто это всегда и наслаждение, и сокровище. Да, уральские пельмени самые известные пельмени. Добрый день. Меня зовут Ваня, и сегодня я буду вашим официантом. Ух ты, я не ожидал английского. Английское меню, а официант по-английски говорит. Поэтому надо на русском. Дайте, пожалуйста, конечно, уральские пельмени с бульоном и на дизельтах вареники с вишней. Хорошо, в течение 12 минут ваш заказ будет готов. Знаете, в России некоторые люди говорят, что ты настоящий мужик, когда ешь суп. А другой говорит, ты мужик, когда пельмени ешь. А я и то, и то съем сейчас. И я очень даже прав, что решил так сделать. Это просто прекрасно. Так, что у нас там? О, а сегодня будут бои в ММА. Но, ребята, я так плохо выгляжу сейчас. Борода растрепанная наросла. Волосы в разные стороны. Вообще позор. Надо что-то сделать со своим имиджем, со своим внешним видом. Потому что я пойду на ММА, и я должен выглядеть как настоящий мужик. Как настоящий мужик с уральских гор. О, вот так-то лучше, да? Спасибо огромное. О, отлично. И сейчас я готов идти на ММА. Потому что я выгляжу как настоящий мужик. Как настоящий парень с уральских гор. Ну что, поехали, ребят. Вы знаете, меня очень удивило и потрясло то, что я увидел на боях. Во-первых, процентов на 75 были заполнены трибуны. Во-вторых, было прекрасное освещение. Вот эти прожекторы, разные цвета. Вся вот эта организация. Обычно Россия не очень преуспевает в аспекте шоу. Но эти ребята устроили действительно потрясающее событие. И за эту цену я бы порекомендовал это любому человеку, кто любит разрешенное насилие. И еще я вам что скажу. Каждая девочка, которая там была, была одета и выглядела как супермодель. К сожалению, все они были со своими парнями, которые выглядели как бойцы ММА. О, вот это было классно. Но сейчас начало темнеть, и пора уже спать, знаете ли. И я решил остановиться в так называемой русской хате. О, ну вот она, русская хата. О, вот это настоящий русский чайничек, а? Посмотрите на отделку. С русским дизайном. И что у нас тут еще есть? Настоящий самовар, вы представляете? Так что нам, как бы, можно зажечь здесь огонь. И это весело. О, говоря о огне, да вы посмотрите, какой прекрасный камин. Ну, это, наверное, единственный камин, который я смогу себе позволить сегодня. О, ну и балалайка, конечно. Как у нас могут быть русские стереотипы без балалайки? То есть вот это нам представляет, как русские думают о том, что думают о России. Это сильно отличается от того, что я думаю о России. Но как бы там ни было, ребята, у нас был отличный день. И я думаю, сейчас пришло время для того, чтобы принять душ и ложиться в кроватку. Ну что, ребят, пока я буду спать, я буду очень вам благодарен, если вы там лайкнете, поделитесь, прокомментируете чего-нибудь. Или можете даже подписаться, не знаю. И знаете что, если вы прокомментируете, то я на все комментарии отвечу. Так что это ваш шанс похвалить меня или ужасно оскорбить. Ну, на ваш выбор. Доброе утро. И мы сейчас немного выехали из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, в котором находится один из самых больших музеев российской военной технологии. И мы начали с артиллерийских орудий. И я просто не знаю, на что смотреть. Боже мой, мне бы хотелось самому иметь коллекцию танков, ну или золотых монеток, на крайний случай. Ну, у меня этого все нет, конечно. Но как бы там ни было, пойдемте потрогаем танки. Многие люди в Москве просто одержимы эволюцией компьютерных технологий. И всем, что делают Стив Джобс, Билл Гейтс и другие. Но я думаю, что эволюция военных технологий гораздо интереснее. И если вы посмотрите вокруг, вы увидите все интересные и разные идеи разных эр, которые нужны были, чтобы решать разные задачи. Это верх человеческого креатива для разрушения и парадов. И если вам нравится военная история, вам очень понравится это место. Там ничего не было, а? Ну что же, у этой лодки уникальнейшая история. Она участвовала в битве за Сталинград. И была потоплена. Да, потоплена. И определенные люди в советские времена каким-то образом вытащили ее из воды на поверхность, восстановили и превратили в туристический корабль для детей. И несколько лет назад музей нашел его всего за несколько дней до того, как этот корабль должен был быть распилен на металлолом. Так что каким-то образом вот этот ветеран Сталинграда пережил все это. И он с нами до сих пор. И не только русский металл в этих музеях. Я видел несколько знакомых американских машин с их известными белыми звездочками. Так что на самом деле это международная коллекция. Так что если вы приехали сюда зимой, не волнуйтесь. Здесь есть просто фантастические, потрясающие экспозиции с огромным количеством техники, которую просто обязательно нужно посмотреть. А также здесь очень приятно и очень тепло. Ну что же, и к счастью для нас, и к счастью для вас, прямо рядом с музеем военных технологий есть вот этот замечательный музей советской автоиндустрии. Конечно, здесь есть пару заграничных моделей также, но в основном это советские автомобили выпуска до 1991 года. И ребята, они гораздо более разноцветные, чем я думал. Посмотрите, какие классные цвета. Мой отец когда-то мне говорил, что в Советском Союзе все машины были черные. Но вообще-то нет. И если вы посмотрите вот на эту машину сзади меня, это вообще-то первый кроссовер в мире. Русские создали множество вещей первыми в мире, но не преуспели в капитализации этого. И здесь не просто собрали такие классные машины в теории, они все должны быть на ходу и должны завестись. Ну что, заводим. И благодаря моему статусу невероятной знаменитости, я смог устроить здесь кое-что особенное. Только для вас, ребята. Настоящий танк Т-34, ребят. Я поверить не могу. Ну что, пора брать Берлин. А если посмотрите туда, мы можем увидеть российскую компанию по переработке чего-то там металла, по-моему. Вот это молодцы. Давай я подержу за тебя камеру. Да что, мы сделали это. Мы не спали с танка, и оператор все еще жив. Это был потрясающий опыт. О, это громко, это так пахнет, и это агрессивно. Это танк. Да. Шортажские каменные палатки. Их здесь так называют. Это каменные формирования, которые стали такими благодаря тысячелетнему обдуванию ветра. И это позволило им преобразиться в такие прикольные фигуры. Ну что, мы в лесу на Урале. Мы поездили на танке. Поели пельменей. Это опыт в Екатеринбурге, детка. И я наконец-то становлюсь настоящим мужиком. Ну что же, это все про Екатеринбург. Настоящий крутой город для настоящих мужчин. И чувствую ли я себя сейчас круче и мужественнее, лучше бы вам поверить мне. Даже гораздо больше, чем обычно. Но, ребят, по великой русской традиции, нам нужно привезти домой подарок. И вот Бродобрей мне дал вот эту вот расчесочку для Броды. Он сказал, что она стоит 9 рублей. А также мы купили вот этого каменного медведя. Поскольку этот регион славится своими цветными камнями. Ну и, конечно же, медведь. Великое русское животное. И вы знаете, что пока у нас есть время до самолета, я просто должен съесть еще этих пельменей. Должен, они такие вкусные. Друзья, спасибо за ваше время. Заходите на канал Russia Beyond the Headlines. Там есть очень интересные видео о России. Ссылка в описании. Хочу сказать, что на этой неделе кто-то поддержал канал. Я очень благодарен этому человеку. Огромное спасибо. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Всего вам доброго.